Сейчас новости на русском языке. Смотрите в выпуске. Береги ближнего. В Минздраве разработали памятку для бессимптомных носителей коронавируса. Об инструкции по самосохранению и недопущению распространения COVID-19 в материале Миры Альжановой. Кража телефонов во время ЧП. Сколько гаджетов уже возвращены своим владельцам? Можно ли найти сотовый без АИМА и кода? В актуальной проблеме разбиралась Рамина Мирзалимова. В Алматы полным ходом идет строительство новых детских и спортивных площадок и благоустройство дворовых территорий в рамках мастер-планов по социально-экономическому развитию города. О том, как было до и как стало сейчас, расскажу я, Татьяна Ким. В Алматы купальный сезон в самом разгаре. Насколько безопасно жителям отдыхать на городских водоемах, выясняла Айяна Рафина Рикпаева. Более 450 бессимптомных носителей коронавируса выявили среди сотрудников кондитерской фабрики «Рахат» в Алматы. Всего же на наличие COVID-19 в компании было протестировано почти полторы тысячи человек. Такие данные сегодня обнародовал главный городской санврач Жандарбек Бекшин. Он сообщил, что проверка персонала была инициирована после обнаружения девяти инфицированных работников предприятия. Все они сейчас находятся на домашнем карантине. Они переданы под активный, под наблюдение ПМСП нашего города. По ним проводятся наблюдения. При выявлении из их числа лиц с жалобами на симптомы коронавирусной инфекции, они, естественно, будут госпитализированы в инфекционные стационары. А что касается закрытия «Зеленого базара», то, по словам Жандарбека Бекшина, на такие меры пришлось пойти из-за массового заражения сотрудников администрации торгового объекта. Есть вероятность, что работники входили на территорию рынка через служебный вход, обходя фильтр. А вот среди продавцов инфицированных не выявлено. Между тем, число бессимптомных больных продолжает расти. Сегодня из 3113 зараженных алматинцев у 813 отсутствуют какие-либо признаки коронавируса. Всего в инфекционных стационарах находится 1226 человек, из них 57 детей. Среди всех госпитализированных 5 крайне тяжелых пациентов, 62 с тяжелым течением, 575 в средней степени тяжести и 584 в удовлетворительном состоянии. Бессимптомных пациентов сегодня в стационарах 55 пациентов. Сразу хочу сказать, что это бессимптомные, которые входят в группу риска. Аскар Мамин и Бердебек Сапарбаев самоизолировались. Ранее премьер-министр Иаким Жамбулской области контактировали с заразившимся коронавирусом Ельжаном Бертановым. Глава правительства вместе с министром здравоохранения на прошлой неделе побывали в Жамбулской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. По пути вертолет Ми-171 Казвиаспаса, на котором правительственная делегация летела из Кордая, совершил вынужденную посадку. Предварительно из-за отказа работы гидравлической системы. Это произошло в 180 километрах от Тараза в районе поселка Тасоткель. Сообщается, что пассажиры и экипаж не пострадали, а воздушное судно повреждений не получило. Министра здравоохранения на борту вертолета не было. После Мамин продолжил полет на резервном вертолете. А в минувшие выходные стало известно, что Ельжан Бертанов заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Сейчас глава профильного ведомства получает лечение в инфекционном госпитале. Тем временем в самом Минздраве разработали специальную памятку для пациентов с бессимптомной формой коронавируса. На сегодня в стране выявлено около 5000 так называемых здоровых носителей инфекции. А это почти треть всех зарегистрированных случаев. Так вот, в инструкции черным по белому прописаны основные правила поведения и действия на тот случай, если вы или ваши близкие заболели COVID-19. Но это никак не проявляется. Обо всем детально и с учетом рекомендаций главного казахстанского инфекциониста расскажет наш столичный корреспондент Мира Альжанова. Бессимптомные носители коронавирусной инфекции во всем мире и у нас в стране наблюдаются на дому. Никакого лечения такие пациенты не получают, но находятся под дистанционным присмотром врачей. Но такой метод наблюдения начался недавно. Ранее у всех, у кого выявляли COVID-19, забирали в больницы. Но сейчас мест в клиниках недостаточно. Поэтому те, кто переносит болезнь спокойно, могут оставаться дома. Объясняет главный инфекционист страны Дина Гурбаешева. На сегодняшний день у нас еще есть электронный мониторинг. Это уже врачи в ПМСП. Включают и ведут активное видеонаблюдение за этими бессимптомными, чтобы они не выходили на улицу, чтобы они не нарушали этот режим. В стране зафиксировано почти 5000 бессимптомных случаев коронавируса. За последние сутки выявлено еще 500 таких носителей болезни. Все они находятся на домашнем карантине. Это может оказаться период инкубации. Они должны находиться в отдельной комнате, желательно, которая будет дважды проветриваться. Эта комната должна тщательно, поверхность, если у него есть ноутбук, есть какие-то другие предметы, они должны тщательно обрабатываться дезрастворами. И стараться не находиться с ними долго. То есть не сидеть вместе смотреть телевизор, вместе беседовать долго. Они не должны. Он должен максимально самоизолироваться. Согласно рекомендациям Минздрава, бессимптомные пациенты должны установить на свой телефон специальное приложение «Смарт-Астана» и включить режим «Я на карантине». В случае появления температуры или признаков недомогания, необходимо обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую, уведомив о карантине и указав причину обращения. А вот для родных и близких профильное ведомство разработало отдельные инструкции. Членам семьи необходимо надевать маску при входе в комнату инфицированного, дважды в день измерять температуру, периодически проводить влажную уборку, проветривать помещение, использовать индивидуальную посуду, мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком. Все эти, казалось бы, простые правила помогут обезопасить свое здоровье, не подхватить вирус и уберечь окружающих. Бессимптомная форма коронавируса опасна тем, что она может передаваться людям, которые в силу своего здоровья могут сложнее переносить болезнь. Важно следовать рекомендациям Минздрава. Соблюдайте санитарные меры. При чихании и кашле прикрывайте нос и рот. Носите маски, чаще мойте руки, обрабатывайте руки антисептиком, не используйте чужую посуду и питайте свежими овощами и фруктами. Помните, проявив личную ответственность, вы защитите себя и окружающих. Сегодня выписали пострадавшего полицейского в результате наезда на блокпост, который был установлен между Алматы и Алматинской областью. Он чудом остался жив после страшной аварии. В состоянии Ербулана Сейдазыма стабильное с улучшением. Об этом рассказали в 7-й городской клинической больнице. Известно, что на момент происшествия старший оперуполномоченный Сейдазым находился на посту и нес службу в составе ночной смены. После ДТП он попал в реанимацию. Нейрохирурги провели ему операцию. Состояние пациента на 15 июня стабильно с улучшением. Ориентирован во времени в пространстве. Нейрологическая симптоматика регрессирована. Сохраняется умеренный остеоно-регативный синдром. Выписан с рекомендациями под амбулаторное наблюдение в поликлинике. ДТП произошло 25 мая на четвертом блокпосте. Тогда пьяный водитель, который ранее работал в правоохранительных органах, наехал на ограждение и влетел в патрульную машину. В салоне находились двое сотрудников полиции. На месте погиб 42-летний старший лейтенант Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдеканов, 1994 года рождения, скончался в больнице. Продолжает расти и число летальных случаев. Вчера сразу четыре казахстанца скончались от COVID-19. Двое из них проживали в Акмолинской области, один в Нур-Султане и одна пациентка в Павлодарской области. Всего же жертвами пандемии стали 77 казахстанцев. Четыре бизнес-объекта закрыли. Владельцев еще пяти оштрафовали за нарушение карантина в Нарусбайском районе Алматы. Всего же на соблюдение санитарных норм было проверено свыше 200 заведений. На днях мониторинговая группа провела очередной рейд. О результатах очередной ревизии подробнее расскажет Аяна Рафина Рикбаева. В данном кафе нарушение налицо. Сейчас время уже 12 ночи, но посетители до сих пор присутствуют в данном заведении. Помимо того, персонал обслуживает клиентов без средств индивидуальной защиты. В этот раз мониторинговая группа проверила только точки общественного питания. По повсенавлению главного санврача во время карантина рестораны и кафе должны работать до 23.00. Но в этом заведении принимали клиентов и после полуночи, организовав банкет на 25 человек. Ревизоров также крайне возмутило то, что все гости были без масок. Видите, сегодня попросили банкет, у нас больше такого не повторится. А средства у нас есть, я придавила, показала. Я просто начала считаться, из этого сняла то, что мы больше не обслуживаем. Уже не подаем заказы, ничего. В другом бизнес-объекте ничем не лучше. Посетителей, правда, поменьше. Но выяснилось, что у клиентов никто не измерял температуру. А сами сотрудники заведения обслуживают клиентов без средств индивидуальной защиты. Единственный зачет – наличие антисептика. Если действительно персонал сам не соблюдает эти требования, то получается, они готовят еду без масок, без перчаток, не проводя термометрию. Может быть, этот человек, этот сотрудник пришел на работу с повышенной температурой, но администрация его пропустила. И это есть, конечно, риск возникновения. Недочеты выявили и в следующем кафе. В этом заведении клиенты отдыхали прямо на летней террасе. Но посиделки нарушили проверяющие, которые потребовали объяснений у владельца. С начала послабления карантина мы провели 248 объектов. Из них 5 были оштрафованы, 4 закрыты. Ночной рейд сегодня мы провели. И также эта работа будет продолжаться на постоянной основе. Члены рабочей группы призывают горожан соблюдать санитарные правила и по возможности не посещать места массового скопления людей, особенно в запрещенное время. Проявлять социальную ответственность в период карантина – обязанность каждого из нас. Аяна Рафина Рикпаева, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, в Алматы все еще действует карантин. Просим вас носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности не посещать мест с большим скоплением людей. Не забываем чаще мыть руки, дезинфицировать и проветривать свое жилье и офисы. Укрепляйте иммунитет, питаясь свежими овощами и фруктами. Это итоговый выпуск новостей. Смотрите далее. Кража телефонов во время ЧП. Сколько гаджетов уже возвращены своим владельцам? Можно ли найти сотовый без АИМ и Кода? В актуальной проблеме разбиралась Рамина Мирзалимова. В Алматы полным ходом идет строительство новых детских и спортивных площадок и благоустройство дворовых территорий в рамках мастер-плана по социально-экономическому развитию города. О том, как было до и как стало сейчас, расскажу я, Татьяна Ким. К шести годам лишения свободы приговорил суд столичных предпринимателей, укравших бюджетные деньги. 118 миллионов тенге казахстанского центра индустрии и экспорта «Квазиндастрии» осужденные похитили путем оформления подконтрольных предприятий на подставных лиц, которыми сами и руководили. Предприимчивые люди, предоставляя несоответствующие действительности затраты на совершенствование технологических процессов по обслуживанию оборудования, незаконно их возмещали. Многомиллионная помощь от государства предназначалась для поддержки МСБ. Суд также лишил бизнесменов права заниматься деятельностью сроком на пять лет. С виновных в солидарном порядке взыскана похищенная сумма. С начала года в Алматы зарегистрировано около полутора тысяч краж сотовых телефонов. Такие данные предоставили в городском департаменте полиции. При этом, согласно статистике, число подобных преступлений на фоне действовавшего режима ЧП и карантина идет на спад. Действительно ли красть мобильные телефоны стали меньше и какие методы позволяют сыщикам раскрывать такие преступления по горячим следам, попыталась выяснить Рамина Мерзалимова. Алматинка Идана Знабакиева пострадала от рук воров. Говорит, что в прошлом месяце у нее украли сотовый телефон, вытащили прямо из сумки. Все произошло в одном из овощных магазинов Ауэзовского района, около дома. Заметив пропажу, девушка незамедлительно обратилась в полицию. Через минут пять я заметила пропажу и сразу обратилась в РОВД Ауэзовского района. Там я написала заявление и после началось расследование. И где-то в течение недели полицейские нашли мой телефон и сообщили мне об этом. Они меня вызвали в тот же день. Пять, по-моему. Пять вызвали. И вечером уже мой телефон был у меня. Выяснилось, что воришка крал мобильники исключительно в магазинах. Установлено, что за ним числится несколько десятков таких преступлений. Злоумышленника поймали с поличным. Опытные сотрудники полиции говорят, что на такие деяния идут обычно те, кто ранее был судим. А чаще всего кража смартфонов происходит в общественном транспорте. Потому горожан призывают к бдительности. Очень важно, чтобы граждане сами понимали, что сохранность их имущества в их же руках. Нужно все свои ценные вещи всегда держать на близком расстоянии. Желательно, чтобы попадали они в обзор. Ни в коем случае нельзя портмоны или сотовый телефон класть в наружный карман куртки, либо в задний карман штанин. Это рано или поздно. Кстати, эти факторы сыграют на руку злоумышленникам. В Центр оперативного управления поступает больше двух тысяч звонков в день. И почти большая часть жителей мегаполиса сообщает полицейским о краже своих гаджетов. По данным МВД, почти 70% преступлений в стране приходится на кражу чужого имущества. Количество таких преступлений в Алматы во время действия режима ЧП снизилось на 50%, сообщили в департаменте полиции. С начала года сотрудники правоохранительных органов вернули владельцам больше 500 мобильников. Когда граждане слышат о данных фактах, обращают на это явление свое внимание, и там же, слыша о нас, они перепрячивают данные сотовые телефоны, более такие места, откуда будет сложно их украсть. Использование последних технологий. Есть возможность найти вещественные доказательства, так скажем, похищенный телефон. Ломбарды и рынки. Именно сюда воры несут краденые телефоны. Скупщиков интересует только состояние аппарата. Происхождение никого не волнует. Одно из популярных мест в Алматы, где сбывают похищенные устройства, находится на пересечении улиц Пушкина и Макатаева. Мы решили провести эксперимент и проверить, подойдет ли к нам перекупщик. За полчаса никто так и не предложил продать телефон. Возможно, причина в карантине. Впрочем, в стране действует 196-я статья Уголовного кодекса. За скупку краденого предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы. Есть у нас прецеденты, когда люди, скупающие краденые имущества, заведомо зная, что они похищены, именно привлекались к уголовной ответственности, они сейчас отбывают наказание. Как правило, это одна схема. Допустим, один и тот же злоумышленник, он сбывает проверенному скупщику. Конечно, за цену вдвое, а то и втрое ниже рыночной. В департаменте также сообщили, что многие владельцы не всегда пытаются искать украденные смартфоны, хотя сейчас у правоохранительных органов есть возможность отследить похищенный аппарат и вернуть хозяину. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандебаев, Мейрам Исабеков, телеканал Алматы. 56 тысяч рабочих в месяц задут в Алматы. До конца этого года почти половина из этого количества по дорожной карте занятости. В рамках программы будут реализованы такие проекты, как ремонт дорог и благоустройство общественных пространств. Об этом на своей страничке в Инстаграм написал Аким Бакаджан Сагентаев. Глава мегаполиса сообщил, что из обратившихся в центр занятости 27 тысяч соискателей работу нашли 13,5 тысяч человек. Среди них Дина Юрикешева, устроившаяся в охранную компанию администратора. Женщина после долгого декрета долгое время не могла трудоустроиться, но, получив консультацию, выбрала из предложенных вакансий подходящую. Сразу шесть детских и спортивных площадок на территории общего пользования появятся в Наурзбайском районе Алматы. Там полным ходом идет благоустройство дворовых территорий. Работы проходят в рамках мастер-плана по социально-экономическому развитию мегаполиса и проекта «Бюджет участия». Такую информацию предоставили в районной администрации. Ранее горожане просили Акима города Бакаджана Сагентаева построить как можно больше мест досуга для детей и молодежи. Татьяна Аким оценила масштаб строительства. Отсутствие освещения детских и спортивных площадок и запущенность дворовых территорий. Своё недовольство касательно плохого состояния инфраструктуры местные жители высказали лично Бакаджану Сагентаеву на встрече еще в декабре прошлого года. Тогда глава города сообщила о разработке трехлетнего мастер-плана по социально-экономическому развитию мегаполиса. Асфальт поселили только один слой тоненький, он весь уже провалился. Освещения нету, детских площадок нету. Если понастроят, допустим, очередные магазины, то нашим детям и так негде будет играть. Вот нам поставили качели, но эти качели уже в пяти дворах, они оторвались. Благоустройство и улучшение городской инфраструктуры – одно из приоритетных направлений, отметила Аким. Так, например, в рамках программы «Бюджет участия» на углу улиц Кенезбаева и Сланова появилась вот эта новая детская площадка. Строительство завершится к концу недели. Местные жители не нарадуются, что наконец-то детворе будет где играть. Здесь раньше был пустырь, и, честно говоря, очень хорошая затея. То есть детям надо хоть как-то выбираться на улицу от телефонов, и, не знаю, развлечения нужны по-любому. Тем более сейчас каникулы. И очень спасибо Акимату, вообще молодцы, что сделали такую площадку шикарную. Капитальный ремонт дворовых территорий был проведен в нескольких жилых комплексах. А в микрорайоне Калкоман появилось вот такое баскетбольное поле и воркаут-площадка. По просьбе жителей благоустроена и старая детская площадка в микрорайоне Рахат. Заменено асфальтовое покрытие и ограждение на футбольном поле. Просто было оборудовано, как, ну, наверное, 20 лет назад оборудовали. Так оно и стояло. То есть были какие-то старые качели. Сами родители выходили из баллонов, что-то сооружали. Ну вот, слава богу, власти нам помогают. И наш старый двор, его переоборудовали. На Русбайском районе насчитывается более 83 дворовых площадок. По программе «Бюджет участия» до конца года появятся новые детские спортивные площадки. Общий бюджет проекта – 95 миллионов тенге. Есть определенные свободные участки в частных секторах, которые на протяжении уже многих лет пустуют, то есть не используются. И мы на этих местах организовываем благоустроительные работы. В этом году на территории общего пользования в Нарусбайском районе появятся две баскетбольные, две детские и две спортивные площадки. Все эти объекты будут облагорожены и оснащены современной инфраструктурой. Татьяна Кемми, Дед Самотулы, телеканал Алматы. В Илья-Латавском национальном парке разорвали договоры с 40 предпринимателями из-за нарушения правил природопользования. Ранее сообщалось, что 200 гектаров нацпарка было отдано 122 бизнесменам. Об этом заявил вице-министр экологии Ерланы Санбаев. Сегодня же произошло первое заседание общественного совета при национальном парке. Городские активисты, экологи, ученые и эксперты обсудили развитие экотуризма в стране. Не исключено, что будет внедряться популярный американский тренд, где в приоритете развитие туристических троп и маршрутов. На территорию парка люди должны приходить в первую очередь пообщаться с природой. То есть встать на маршрут и двигаться по ней. Мы сегодня в национальном парке идем покушать, выпить, отдохнуть, поспать и вернуться. Поэтому мы хотим уйти от этой идеологии и привить людям абсолютно иную культуру посещения национальных парков. Мастер-план развития экологического туризма уже готов. Его детали будут обсуждать члены вновь созданного общественного совета при нацпарке. Известно, что уже планируется построить современный визит-центр, где посетители смогут получить всю необходимую информацию о парке и выбрать для себя оптимальный вид отдыха. Казахстанские абитуриенты смогут сдать ЕНТ без справки о прохождении ПЦР на коронавирус. Но вот на экзамен молодым людям придется прийти в своих масках. А на входе в аудиторию им выдадут новые средства индивидуальной защиты. При этом, как сообщил глава наццентра тестирования Дидар Смогулов, надевать перчатки никого заставлять не будут. На всех этажах и в пунктах тестирования установят санитайзеры. В этом году учащимся разрешат воспользоваться калькулятором. А время проведения главного госэкзамена продлят на 10 минут. Тем самым общая продолжительность единого национального тестирования составит 4 часа. В день мы теперь тестируем в два раза меньше тестируемых. В аудиториях у нас максимальная наполняемость составляет 50%. То есть, если раньше в аудитории сидело 50 человек, то сейчас это 25 человек. Также мы ввели расстояние не менее двух метров. При прохождении очередей мы были вынуждены поставить запрет на посещение пунктов проведения ЕНТ родителями. Мы просим родителей оставаться дома, следить за проведением ЕНТ через онлайн-трансляцию. Глава наццентра также добавил, что все аудитории будут оснащены видеонаблюдением. В случае обнаружения нарушений, результаты ЕНТ и присуждение образовательного гранта аннулируют. Конкурс же на бесплатное образование пройдет без привязки к языку обучения, сообщил Дидар Смогулов. 18-летний алматинец спас жизнь едва не утонувшему иностранцу. Инцидент произошел на озере Сайран. Потерпевшим оказался уроженец Афганистана. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Тем временем купальный сезон только начался, и работники городского ДЧС совместно с полицейскими проводят профилактические рейды. Вместе с проверяющими инспектировать алматинские водоемы отправилась и наш корреспондент Аян Рафина Рикбаева. Для сотрудников ДЧС и спасательной службы наступила горячая пора. В этом году купальный сезон совпал с карантинными ограничениями. А желающих отдохнуть на водоемах хоть отбавляй. Сегодня температура воздуха поднялась до 30 градусов жары. Многие алматинцы с удовольствием купаются в озере Сайран. Тут для отдыхающих открыты две разрешительные зоны. Главное не заплывать за эти буйки, которые расположены в 50 метрах от побережья. А что касается протяженности мест купания, то вдоль восточной части озера можно плавать до 200 метров. Вдоль западной – до 300. Далее стоят знаки ограждения. Также на западном побережье возведен вот такой вот пирс. Отсюда открывается очень красивый вид на озеро. Городские службы активно ведут разъяснительную работу среди отдыхающих. Раздают памятки о мерах безопасности, а тех, кто плавает в неотведенных местах, вежливо просят выйти из воды. Непослушных же привлекают к административной ответственности. Сотрудниками департамента ПЧС города Алматы, также управлением местной полицейской службы проводятся рейды. Также задействованы у нас республиканский оперативно-спасательный отряд, привлекаем волонтеров и военнослужащих национальной гвардии. При патрулировании проводится профилактическая работа. Спасатели же ведут обычную работу. Следят особенно за детьми и подростками, так как многие из них приходят без родителей. В составе пяти человек личного состава. Из них трое спасателей. Один спасатель-водолаз, один спасатель-медик. Они будут нести круглосуточные дежурства для обеспечения безопасного отдыха наших горожан во время купального сезона. Сотрудники служб хоть и всегда на чеку, но бывают случаи, когда сами посетители пляжа спасают попавших в беду. Накануне на восточном берегу озера 18-летний Дюсеш Маргуан заметил, как в восьми метрах от берега тонет человек. Не медля ни секунды юноша подпыл к нему и вытащил на сушу. На месте подоспевший спасатель успел оказать потерпевшему товрачебную помощь. Выжившим оказался гражданин Афганистана. Я отдыхал с друзьями на озере Сайран. Тогда один мой друг заметил, что кто-то тонет. Я сразу же пошел его спасать. Совместно со спасителями мы помогли мужчине. Я не считаю это героизмом. Думаю, на моем месте любой бы другой так же сделал. Как известно, вирус способен выжить и в пресной воде. Поэтому нельзя полностью исключить вероятность заражения во время купания. Но если вы все же решили засвежиться в городских водоемах, важно купаться только на оборудованных пляжах, где есть официальные разрешения и спасательная служба. Также жителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра и заплывать далеко от берега. В целях безопасности необходимо не подплывать к катерам и не прыгать с мостов и причалов. Айна Рафина Рикпаева, Медец Саматула, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, что в Алматы продолжает действовать карантин, несмотря на отмену режима чрезвычайного положения. В этой связи рекомендуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также по возможности не посещать мест массового скопления людей. Следует чаще мыть руки, дезинфицировать и проветривать помещение. И помните, оставаться дома значит сохранить жизнь себе и своим близким. На этом наш выпуск завершен. Делиться новостями. Уважаемые телезрители, вы можете позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправлять смс-сообщение на наш ватсап 8 747 750 2502. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин